Для нашего размышления мы прочитаем один небольшой стих, который записан в книге «Плач и Ремии», 3 глава, 25 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». Я думаю, что само название этой книги, оно уже очень о многом говорит нам. «Плач и Ремии». Многие, кто читал эту книгу, рассматривают её как погребальную песнь. Почему? Да потому что в ней автор оплакивает падений Иерусалима и укоряет тех, которые в конечном счёте повинны в его судьбе. Но пережившим эту национальную трагедию, он подаёт и прекрасную надежду, надежду на светлое и прекрасное будущее. Обращаясь к иудейскому народу, пророк Иеремия призывает их обратиться к Господу и исполнять Божье повеление, Божье слово, быть чуткими к Божьему голосу. Потому что добр Господь, благ Господь, добр, многомилостив, долготерпелив к тем, кто надеется на Него и ожидает спасения только от Господа. Почему пророк Иеремия обращается к израильскому народу с подобными словами? Потому что положение, в котором на данный момент находился израильский народ, было очень тяжёлое. Ещё с 586 года по 588 до Рождества Иисуса Христа Вавилонская армия Науходоносора держала в осаде иудейскую столицу. Иерусалим стоял лицом к лицу с вражескими ордами Вавилона. Осада вавилонских армий была подобна петле, которая всё туже и туже сжималась вокруг горла. Пышным цветом в городе расцвело и дало поклонство. Потому что люди, охваченные тревогой за жизнь своих детей, за жизнь своих родных и близких, они взывали о пощаде, о помощи к любым богам, которых только знали. Они приносили жертвы, все сожжения и надеялись на то, что помощь придёт. Но, увы, словно одержимые некоторые из них, они с ненавистью бросались к пророку Божьему, к человеку Божьему и хотели его убить. Только по той причине, что он говорил им правду. Но в конечном итоге Иерусалим был захвачен. Были сожжены храм, царский дворец и все главные городские здания. И когда халдеи уводили из Иерусалима пленных, за ними оставались лишь груды дымящихся развалин. Пророк Иеремия также был свидетелем разрушения храма, разрушения Божьего дома. И каждый раз, когда он вспоминал эту страшную картину, то всё это как будто вновь и вновь проходило перед его мысленным взором. Его горло сжималось от страдания, от рыданий, а сердце наполнялось жалостью и стенаниями. Но все постигшие Иерусалим страдания, невзгоды, переживания, о которых мы читаем в книге «Плач Иеремии», они были предсказаны Богом ещё за 900 лет до того, как всё это начало исполняться. Оказывается, Бог неоднократно обращался к своему народу и предупреждал их о страшных последствиях, которые грядут на израильский народ из-за того, что они проявляют непослушание, непокорность и неповиновение ему. И пророк Иеремия даёт понять, что теперь Бог в сущности лишь исполняет то, о чём он заранее предупреждал. Однако именно верность Его слову даёт Израилю и надежду. Именно потому, что завет Бога с Его народом всё ещё в действии. И теперь Израиль, он только проводится Богом через определённые тяжёлые испытания, невзгоды, через страдания. Но полного их уничтожения Бог не допустит, потому что согласно этому завету, непослушание, оно всегда влечёт за собой наказание. Но если человек возопит к Богу, если человек обратится к Богу, и попросит о милости, о прощении, то он будет помилован и восстановлен. Таким образом, логика завета позволяла Иеремии, невзирая на все трудности и переживания, лелеет своим надежду на прекрасное, на светлое будущее, что Бог их слышит, что Бог их восстановит, как народ. И к уведённым в плен иудеям пророк обращается с тем, чтобы люди увидели своё греховное состояние, чтобы они поняли, что именно они являются виной и причиной всех этих страшных бедствий, страданий и переживаний. И, конечно же, я уверен, что это был не вопль безнадёжного человека, человека, который в таком страшном отчаянии, унынии, но это, скорее всего, от веры, со стороны тех, которые усвоили предложенный им урок. И они поняли, что без Бога они ничего не могут. Они поняли, что надежду, убежище и защиту нужно искать только в Боге. Вновь и вновь пророк Иеремия пытается показать народу их греховное состояние. И он призывает их, чтобы, находясь ещё здесь, в вавилонском пленении, в рабстве, в таких тяжёлых жизненных обстоятельствах, чтобы они уже здесь начали уповать на Бога, чтобы они терпеливо переносили все эти страдания, бедствия, переживания. Потому что Бог не радуется горю сынов человеческих. Он допускает человеку трудности и переживания, а не посылает их. Потому что видит, что человек удаляется от него, потому что видит, что человека ожидает только погибель. Но Иеремия говорит, что конец всех этих несчастьй – это благо народа, потому что именно трудности, именно скорби, они побуждают человека быть ближе к Богу, искать защиты и помощи только в Боге. Вы знаете, возникает вопрос, а на кого человек может ещё надеяться? Разве не на Бога? Может быть, есть ещё кто-то, к кому человек иногда прибегает и просит помощи, защиты? Оказывается, есть. И во 2-й книге царств, 2-й, 4-й главе, 3-й стихом и 4-й мы читаем знакомые нам слова. «И сказал Иав царю, Господь Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и ещё раз во столько, а очи Господина моего царя да увидят это. Но для чего, Господин мой царь, желает этого дела? Но слово царя Иаву и военачальникам превозмогло. И пошёл Иав с военачальниками от царя считать народ израильский». Я думаю, что эта история очень хорошо всем нам известна, но каждый раз, когда я над ней размышляю, я всё более и более удивляюсь, что побудило Давида к этому, а именно дать повеление исчислить народ израильский. Более того, я думаю, что слова его военачальника Иава, который сам задаёт вопрос царю и спрашивает его, «Царь, для чего это делать? Разве есть в этом необходимость? Разве есть беда, которая угрожает нашему народу?» Конечно же, нет. Никто не идёт против нас войной, ничто нам не угрожает, тихое и мирное небо над головой. «Для чего это нужно делать?» Я думаю, что Иав не только не понимал, но он и сам побуждал этим, чтобы Давид сам себе ответил в своём сердце, «Для чего действительно нужно это делать?» Что побудило Давида к этому? Но, конечно же, Священное Писание говорит, что слово царя превозмогло, и Иав вместе с остальными отправляются исчислять народ израильских. Но я уверен, что когда этот список был вручен царю Давиду, то вздрогнуло его сердце. И я думаю, что царь внутренне содрогнулся при мысли, над каким многочисленным народом Бог поставил его правителем. И он, облечённый его высочайшим доверием, он поддался искусу властолюбия и чистолюбия, и понадеялся на себя, на свои человеческие силы, на свою армию, на своё могущество. И, конечно же, наказание Божие, оно также последовало, потому что когда к Давиду пришёл пророк Божий, он сказал ему, что ты понесёшь наказание, и ты можешь выбрать это наказание. Быть ли голоду в стране семь лет, бегать ли тебе от твоих врагов, притеснителей, три месяца, или свирепствовать в моровой язве над всем израильским народом на протяжении трёх дней. Я думаю, что когда Давиду только сказали о том, что будет наказание, он упал на своё лицо и оплакивал свой поступок. Я думаю, что он уже не выбирал ничего и не просчитывал, что может быть лучше, какая казнь может быть лучше, и где будут меньше потери, но он уповал лишь на милость Божью и на его доброту, на которую Давид уже надеялся, что Бог проявит к нему и ко всему израильскому народу. И мы знаем результат этого наказания. В течение трёх дней погибло около 70 тысяч человек. Вы знаете, Священное Писание говорит нам о книге пророка Иеремии, 17 главе, 5 стиха. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорую, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придёт доброе и поселится в местах знойных в степи на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающие корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелён, и во время засухи оно не боится и не перестаёт приносить плода». Я думаю, что со времён Давида, хотя прошло очень много времени, много столетий прошло с тех пор, но в сердцах человеческих очень мало прошло изменений, потому что сегодня, как и в те времена, многие люди надеются на себя, на свои силы, может быть, на армии, на власть, могущество, состояние и так далее. Но Священное Писание говорит, что проклят человек, который надеется на человека и плотью делающий своею опорую. И действительно, я уверен, что когда мы читаем Священное Писание, мы понимаем, что какой человек может дать выкуп за душу свою, и даже если тогда, когда он соберёт все сокровища этого мира, а душе своей повредит, что может быть хуже? Но Священное Писание говорит нам о том, что благословен человек, который надеется на Бога. И пророк Иеремия противоставляет человека благословенного, который всегда упывает на Господа, и он сравнивает его с деревом, которое посажено при потоке вод, которое никогда не испытывает нужду во влаге, которое постоянно приносит плод, и он говорит, что это поистине человек, который надеется и упывает на Господа. И вы знаете, в 61-м Псалме, в 9-м стихе, сам Давид, который не раз испытал Божью заботу, Божью защиту, он говорит, «Народ, надейся на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Поистине мы понимаем, что и сегодня мы живём в очень таком неспокойное время, и очень много переживаний, тревог терзает нашу душу, наши семьи. И мы, как и остальные люди, подвержены каким-то болезням, скорбям, переживаниям, трудностям. Но я уверен, что у каждого христианина есть прекрасная надежда на светлое и прекрасное будущее. У каждого христианина есть надежда на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И мы понимаем, что всё то, с чем мы сталкиваемся здесь, на этой земле, это временные трудности и переживания. Но нас ожидают вечная радость нашим Господом и Спасителем. Поэтому пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok